Приветствую вас, и, как я понял, основная проблема в том, что ваш муж всегда отдает предпочтение своей маме, ну, в чем-то, а не вам. И вы, по сути дела, постоянно одна, вы, по сути дела, постоянно страдаете от отсутствия внимания к вам, с той стороны мужа, и, собственно, ваш ребенок не начало такое гулять с семьей, как вы говорите, ну, а вы, соответственно, не знаете, что такое иметь надежного мужа. Вопрос, конечно, встает, не буду скрывать о том, а вот как вы вообще такого человека выбрали? Ведь вы же выходили как-то за него раньше, значит, ну, принимали его? Ну, получается, что раньше вы выходили, а вот за кого выходили? Ну, не очень понятно. То есть, первое, о чем нужно подумать, это следующее. А, изменился ли ваш муж? Вот, объективно и по факту. Изменился ли он? Стал ли он другим? Стал ли он, может быть, более слабым, более, таким, бесхребетным и так далее? Или нет? Ведь дело в том, что если муж остался тем же, что и был, то объективно проблема не в нем. Объективно проблема больше в вас и маме, его, чем в нем самом. Ну, и мужчина, он всегда может сказать такую правду, такую вещь, что, ну, а как же так? Ты же меня принимала таким, в какой я вот, и есть, что же изменилось сейчас, что произошло? И он, по-своему, к сожалению, будет в этом контексте прав. Поэтому, об этом вам нужно подумать в первую очередь. Изменился ли ваш муж? Далее. Значит, объективно, объективно, его мама не изменится, она объективно останется вот такой же, какая она есть, просто потому, что поменяться для нее, это невозможно. То, что мама эгоист, ну, его мама эгоист, и то, что она думает только о себе, ну, вы, наверное, знаете об этом сами, я не думаю, что вам об этом нужно говорить. То, что она, опять же, своего ребенка воспитала так, что он ей должен, что он должен, вот, выговорить, купить дом, там, и так далее. Все это очень серьезные детско-родительские отношения, нацеленные на принесение ребенка, и, в общем-то, подчинение, даже на подчинение ребенка своим, вот, каким-то идеям, своим каким-то целям. Что мама и делает. И она, по сути, привила вашему мужу вот это вот потрясающее, в кавычках, конечно, чувство, что он своей маме должен только за то, что та его родила. Но это не есть правильное. Я надеюсь, вы это понимаете. Это не есть, верно. И именно такое потребительское отношение матери к вашему мужу говорит о том, что она его, в общем-то, не любит, а только использует. Но для мужа вашего это имеет серьезное отношение. Именно для него. Потому что человеку, может быть, сложно, тяжело как-то представить, что можно, например, там, по-другому как-то жить и так далее. То есть, подобное допускать тоже нужно. И тогда возникает вопрос. Как же все-таки ситуацию поменять, да? Как? Есть ли возможность сделать ее другой? Есть ли у вас возможность как-то обратить ее вспять? Ситуацию. Сейчас скажу вам следующее. Да! Ситуацию можно обратить вспять. И можно изменить отношение к вам и к своей маме. Но только путем вывода мужа из зоны комфорта. До тех пор, пока муж ваш живет в позиции, в состоянии, когда его все устраивает, до этих пор он не будет что-либо менять. Просто потому, что смысла и стимула менять что-либо у него нет. А вот чтобы он начал что-то менять, нужно, чтобы вы первоначально вывели его из зоны комфорта. Как? Лишили его того, что он получает. Ну, например, от вас. Например. Например, показать ему, что он может вам потерять. Например. Я не думаю, что это так сложно будет для вас сделать. Но я думаю, что это необходимо, если вы хотите, чтобы ситуация поменялась. Далее вы говорите, на мой взгляд, такую достаточно любопытную вещь. Вы говорите, я терпела все выходки его мамы. Значит, терпела, терпела, терпела. Я пока однажды не сказала ей, что вам и вашему сыну не повезло. Вот как-то, знаете, после этого она объявила вам войну. Говорите вы. Но простите. Простите, пожалуйста. Не усели, а вам объявили войну только после этих слов. Скорее всего, у меня есть такое подозрение, что было что-то еще у вас. О чем вы, наверное, здесь не говорите, но это важно. Я не думаю, что мамой вашего мужа могла после одной фразы вашей объявить вам войну. Конечно, вы можете со мной не соглашаться. Это ваше право, и вы можете считать, что я ситуацию не знаю. Отчасти это действительно так, но я знаю наверняка, что вы всего мне написали. Почему она не отменила к вам отношение свое. Это важно. Очень важно. Значит, вот в принципе то, что можно вам сказать. Вот в принципе то, что можно вам порекомендовать. То есть выводить человека из его зоны комфорта. Это вот то, что вы реально можете сделать. показать ему, например, что вы не собираетесь терпеть каких-то вещей. Показать ему, что вы не собираетесь больше мириться с тем, что вас оставляют постоянно на втором месте. И так далее. Вот если вы сможете это сделать, если вы поймете, в чем ваш муж приятен к вам, если у вас будут подобные сведения, у вас получится ситуация поменять статус. Опять же, почему? Потому что ваш муж будет знать, что вы можете от него уйти. он будет знать, что может вас потерять. И это послужит для него выбором. То есть, либо он выбирает в пользу вас, и тогда все хорошо. я имею ввиду, что в этом случае вы сохраняете свое отношение с ним. Либо он выбирает не вас, и тогда вы, да, к сожалению, да, в таком случае вы готовитесь к тому, чтобы быть отдельно. В этом случае развод неизбежен. К сожалению. Я понимаю, что вы не хотите, я понимаю, что и ребенку отец нужен. Но если человек сам не желает с ситуацией справлять, что-либо менять, то никто, в том числе и вы, не доставит делать его это. Вот, к сожалению, такая ситуация. не очень утешительная, но, на мой взгляд, вполне реальная, и, в общем-то, вы вполне можете этой ситуацией воспользоваться, и вполне можете предпринять определенные шаги. Начинать нужно будет, с малого. И сначала просто предупредить своему мужу о том, что, допустим, вы больше не будете мириться с тем, говорить ему вы, что он себя ведет определенным образом. То есть, если он ничего не меняет, то менять будете вы. Так, как вы считаете это нужным. Так, как вы считаете это правильным. и после этого, если вы твердо решили, после этого начинаете действовать именно так, как я вам сказал. и реакция вашего мужа последует незамедлительно. Либо это будет реакция осознания того, что человек ошибался. в том, что такое вполне возможно, хоть и довольно, ну, редко, редко бывает, но возможно. либо человек он начнет вас принижать, обвинять в чем-то, говорить, что это вы виноваты во всем том, что происходит. Это вы все устроили и так далее. В этом случае конечно вам ничего не остается, кроме как разгладить. Других вариантов здесь конечно нет. Вот так, я думаю можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что он был мой ответ вам полезен. Надеюсь, что вы извлечете определенные выводы из него и привозите усилия для того, чтобы ситуация менялась. Своей стороны я могу пообещать вам помощь, если потребуется. Но это не только у меня, но и у любого эксперта на нашем ресурсе. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Я помогу. Желаю вам всего самого доброго и удачи! будет делать. И я вам что Продолжение следует...